МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тоже придется потрудиться и посетить множество спектаклей, фильмов и экскурсий. Поэтому будьте внимательны. Афиша на телеканале «Мой город». Самые главные наши зрители в это время года – дети. Именно для них все театры готовят спектакли и развлекательные программы. К сожалению, мы, артисты, как правило, так заняты в своих театрах, что просто не успеваем посмотреть, что поставили наши коллеги. А так интересно узнать, что же они придумали на этот раз. Мы уже второй год не делаем спектакль на новогоднюю тематику, потому что сели и подумали, что вокруг холодно, лежит снег, и еще приходит зритель к нам и тоже на снег смотрит. Ну, какое удовольствие. А вот музыкальный театр Кузбасса побеспокоился и о взрослых. И уже скоро состоится премьера спектакля по повести Василия Шукшина «Калина Красная». Это будет музыкальная версия под названием «Своей душе не прикословь». И главная неожиданность этого спектакля – роль Егора Прокудина играет артист не музыкального театра, а драматического. По-моему, подобное происходит только в столицах. У нас, как правило, артисты не бегают из одного театра в другой. И как на это решились наши драматические актеры? Ведь в музыкальном театре не только по сцене ходят и говорят, но еще и поют и танцуют. Ну, видите, как ни странно, я про себя тоже думал, что я вроде бы и двигаюсь неплохо, да, и комедии всякие могу играть. Но вот смотрю там на балет, например, на ребят, которые меня окружают, как они двигаются, и чувствую себя полным тюфяком, конечно. Раз, два, три, Антарктида, жги! Слоган новой комедии из жизни пингвинов. Кто забыл, о чем был первый фильм, напоминаю. Главный герой – неутомимый пингвин по имени Маблу, в свое время покоривший танцами королевских пингвинов. В новом фильме у него родился сын. И, как выяснилось, не только яблоко от яблони далеко не падает, но и пингвиненок за пингвином танцевальный па повторяет. Тенок, но мы пингвины, мы не умеем летать! Рамон! Ничего себе, все пришли! Кроме одного, который остался из-за простуды. А нет, он здесь. Я двигаюсь вверх по пищевой цепи. Сейчас сожру кого-нибудь! А сейчас лингвистическая разминка. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, почему кинотеатры так называются? Ну, со словом «кино» все понятно. А театр-то там при чем? Похоже, этим же вопросом озадачились и наши местные киношники. И чтобы оправдать вторую часть слова «кинотеатр», решили открыть театральный сезон. Да-да! Лучшие экранизации оперных и балетных спектаклей на экранах Кемерова. Перед каждым концертным мероприятием будет шоу, которое будет прямо... Вот если мы будем показывать фильм в 3D «Майкл Флэтли. Возвращение», у нас будут плясать ирландцы. Регалета будет предшествовать итальянский карнавал. Уже на этой неделе открывается кинофестиваль «От Венеции до Кан». В программе фильмы, которые были участниками самых престижных европейских фестивалей. И одна из таких картин – триумфатор венецианского фестиваля «Шпион Ви Дивон». О том, как в руководстве британских спецслужб появился двойной агент, который работает на Россию, между прочим. Так что идем в кино. Надо же поддержать нашего разведчика. Ты отправишься в лугово самого Льва. Если я схватил... А что вы здесь делаете? Обо мне ни слова. Это все ужасно. Мы с тобой не такие уж и разные. Мы оба ищем друг другу слабые места. Шпион. Выйди вон. Сначала был пианистом. Затем просто влюбился в уникальное звучание самого большого инструмента и стал органистом. Вот краткая история музыкальной судьбы Владимира Муртазина, который дает концерты по всему миру и сыграет здесь, у нас, в Кемеровской филармонии. Между прочим, говорят, что у нашего органа очень строптивый характер. Поэтому не каждому музыканту удается блистательно на нем сыграть. Кажется, рассказал обо всем, чем хотел с вами поделиться. Надеюсь, вы уже решили, на какой фильм, спектакль или концерт пойдете. С вами была Вероника Киселева, актриса Кемеровского театра для детей и молодежи. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»